Всем привет! В российских наполеоновских, то есть путинских планах, есть изменения. Теперь он не просто хочет захватить восточную и южную часть Украины, даже не всю Украину, а он снова планирует пойти войной против НАТО и ударить по Китаю ядеркой. По секрету сам скажу, да, обязательно будем это делать. Итак, аналитики Института изучения войны считают, что восстановление московского и ленинградского военных округов ВРФ свидетельствуют о подготовке Путина к возможной грядущей ширкомасштабной войне против стран НАТО. Соответствующий указ Путин подписал 26 февраля. Отмечается, что округа позволят РФ одновременно оптимизировать командование и управление в войне против Украины, а также противостоять НАТО в долгосрочной перспективе. Потомки Наполеона понимают, что диктаторы они немного помешанные, поэтому с их заявлениями нужно ухо держать в астро. И 26 февраля Макрон сообщил о совместном осознании европейскими странами необходимости быть готовыми к возможному нападению России в ближайшие годы. Мы им об этом говорим уже два года, но... И, как отметил посол Литвы в Швеции Линас Линкеричус, ответ НАТО будет мощным. Если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет нейтрализован. Первое. Предыдущее лживое обвинение России в том, что она окружена НАТО, теперь становится реальностью. Но если противостояние стран ЕС и России на фоне Украины уже обыденность, извините, то заявление, что Россия в случае чего готова ядеркой ударить по Китаю, ну, по своему ныне международному партнеру выглядит свеженьким. Так вооруженные силы РФ трепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с большим мировым государством. И, согласно утечке информации, речь идет о Китае. Более подробно об этом говорится в материале Financial Times. В секретных документах с 2008 по 2014 год описываются критерии для потенциального ядерного ответа от вторжения врага на территории РФ до более конкретных триггеров, таких как уничтожение 20% российских стратегических подлодок с баллистическими ракетами. Несмотря на то, что документы датируются 10 годами и более, эксперты утверждают, что они по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины. Материалы учений показывают, что Восточный военный округ России отрабатывал многочисленные сценарии, изображающие именно китайское вторжение и полное подавление с их стороны с помощью ядерки. В голос они сражаются с НАТО, отрабатывают вторжение со стороны Китая и готовятся к размещению ядерного оружия в космос. Кто-то этому сумасшедшему скажет, что его ждет палата номер 6 уже давно. Хотя, подождите, место в палате еще нужно оплачивать. Может быть, странные летательные аппараты, которые были замечены над Донбассом, прилетели именно за сумасшедшим дедом? Ищите его немного севернее, там звездочка на крыше красная. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии, мы их тоже читаем.